здравствуйте сегодня вас ждет увлекательная история о простом парне из бедной семьи который всю жизнь мечтал об успехе и год за годом шел к своей мечте не будем затягивать и сразу перейдем к телу приятного просмотра для понимания картины стоит начать с обстановки в корее в двадцатом веке сильно углубляться в подробности нам не нужно да и не особо хочется с конца 19 века на территорию кореи претендовали япония и империя цин по сути китай каждый из сторон устраивал перевороты провокации и в итоге это привело к войне между китаем и японией на территории кореи и вот 26 августа 1894 года япония заставила корею подписать договор о военном союзе согласно которому корея доверяла японии изгнание китайских войск со своей территории с того времени корея стала колонией японии и при тоталитарном режиме развиваться было практически невозможно до строили железные дороги немного развивались торги морепродуктами и тканью но все равно страна находилась на грани бедности и первые признаки автомобильной промышленности на корейском полуострове появились в конце тридцатых годов в 1937 году на базе заводов в городе пупенг была создана компания по производству грузовых автомобилей national motor company они начали разработку собственных автомобилей дешевых и надежных грузовиков которые были необходимы для развития страны и тяжело сказать как бы происходило развитие автомобильной отрасли в корее дальше но 7 июля 1937 года началась еще одна японо-китайская война причиной которой стала агрессивная политика японии и спустя два года этой войны 1 сентября тридцать девятого года адольф гитлер начинает свою революционную войну чтобы вернуть было и величие немецкому народу которая длилась долгих шесть лет и унесла с собой десятки миллионов жизней по всей планете и в ходе второй мировой войны япония захватила множество территорий в азии и тихом океане в том числе часть китая филиппины вьетнам индонезию и другие страны и корея была использована японскими войсками как база для операций на юго-востоке азии и после поражения японии войне после двух ядерных ударов и подписание капитуляции корея была разделена на северную и южные части в результате внешнополитических соглашений между сша и советским союзом на конференции в париже в 1945 году соответственно северная корея была фактически оккупирована советским союзом а южная сша северная корея стала коммунистической диктатурной страной под руководством ким ир сена а южная корея в свою очередь стала демократической республикой с президентской формой правления и спустя еще пять лет в 1950 году началась корейская война которая закончилась спустя три года перемирием но технически корея до сих пор находится в состоянии войны поскольку между северной и южной кореей так и не был заключен мирный договор и как только в северной корее установился диктатурный режим она начала проводить репрессии против своих политических оппонентов и людей которых считали нежелательными для режима экономика страны также была централизована и направлена на поддержание военной мощи в то же время южная корея развивалась быстро становясь одной из самых успешных экономик во всей азии она стала одним из крупнейших экспортеров тканей велосипедов повозок и других товаров и в это же время в стране установилась демократическая система с периодическими выборами но после войны страна оказалась в полной разрухе и имела просто кучу сломанной военной техники грузовиков и других машин соответственно новые автомобили собирать было по сути не из чего только из использованных деталей военной американской техники и вот спустя еще пять лет пятьдесят пятом году на свет появляется первый корейский автомобиль сибал что в переводе означает новое или новое начало машина была собрана тремя братьями в своем гараже из деталей списанных американских машин филис да да именно новое начало собрано из использованных деталей и также в источниках сообщается что кузовные детали были изготовлены из масляных бочек а все остальные элементы подвески двигатель и трансмиссия взяты у американских джип филис на свет было произведено несколько сотен таких внедорожников часть из которых окрашенных в черный цвет стали персональными автомобилями для высших южнокорейских чинов и буквально накануне всех этих ужасных событий в 1936 году в городе тегу в семье губернатора провинции ким юнг ха родился главный персонаж всей истории ким ву чунг стоит отметить что хоть отец и был высокопоставленным чиновником но страна все равно была бедной так еще и оккупированной японии и в любом случае все финансы контролировали японцы поэтому даже губернатор не был богатым им приходилось реально выживать тем более в условиях войны и после нее и к счастью ким и его семья смогли выжить во время войны и чтоб хоть как-то помочь своей семье в юности ким разносил газеты и это был единственный доход на всю семью в течение короткого периода времени и несмотря на все трудности войны нищету и голод ким все же окончил весьма престижную среднюю школу кенги а затем получил степень по экономике в университете йонсей в сеуле а его отец стал учителем и наставником будущего президента пак чон хи который в свою очередь поддерживал кима и в значительной степени как финансовом так и в коммерческом плане в молодости молодой пак был офицером японской армии воевал против партизан но после войны вступил в коммунистическую ячейку после чего был арестован и приговорен к смерти но он был помилован поскольку выдал всех прочих членов банды но уволен из армии и во время корейской войны в пятьдесят пятьдесят третьем годах возвращен в армию отличился в боях и получил звание генерала и конечно же близкие связи с генералом паком не прошли мимо кима и в 1960 году его приняли в совет по развитию экономики при правительстве страны и спустя год правительство было сверкнуто и в нем принимал участие генерал пак и под шумок наш герой ким ушел из правительства и устроился в коммерческую фирму hansung industrial которая занималась экспортом тканей где он проработал пять лет и дорос до директора и казалось бы тебе 30 лет ты директор успешного предприятия и жизнь постепенно налаживается но ким понимал что и тему этого недостаточно и все чаще мечтал о создании собственной империи и ким увольняется конечно же чтобы начать свое дело а поскольку он был хорошим экономистом и понимал как работать с деньгами он увидел возможность торговать тканью между японии кореи китаем и другими странами и в итоге в 1967 году ким основал собственную ткацкую фабрику и назвал ее дэу что в переводе означает великая вселенная на предприятии не было техники зато штат состоял из 5 человек и имелся стартовый капитал в размере 10 тысяч долларов что по нынешним меркам 100 тысяч долларов ким старался получить заказы для чего показывал бизнесменам приобретенные в гонконге ткани и это сработало из сингапура предприимчивый кореец вернулся заключенной сделкой на 200 тысяч долларов и авансом на который закупил необходимое оборудование и спустя месяц партия тканей была готова и за год выручка предприятия составила пятьсот восемьдесят тысяч долларов и компания расширила свой рынок сбыта на индонезию сша и другие страны но ким мечтал о промышленной империи и искал пути входа и в другие отрасли и пришедший к власти в 1963 году генерал пак принялся за активное реформирование экономики с целью превратить отсталое аграрное государство в индустриально развитую страну и для себя генерал решил что южная корея не имеющая собственных природных ресурсов получит экспортно ориентированную экономику с акцентом на промышленное производство он понимал что маленьким фирмам не под силу развивать это направление и всячески способствовал укропнению капитала развитию наиболее перспективных компаний кстати стоит сказать что он также внес поправки в конституцию и смог избираться президентом несколько раз и при выборе наиболее перспективных компаний акцент делался на личные качества руководителей грубо говоря правительство по своему усмотрению назначало олигархов и максимально содействовало развитию и процветанию их бизнеса зачастую развивавшегося сразу по нескольким абсолютно не связанным направлениям и такие многопрофильные семейные холдинги получили название че боль что по сути означает денежная аристократия или олигархия собственности каждый че боль получал ощутимые льготы и доступ кредитным ресурсам но в ответ на такую щедрость должен был развиваться в строгом соответствии с директивами правительства в основе которых лежал девиз экспорт любой ценой а поскольку ким и президент пак были весьма хорошо знакомы конечно же пак не смог пройти мимо молодого и перспективного бизнесмена кима и правительство полностью передало в управлении компании дэо огромную кучу мелких полумертвых компаний и уже в 1972 году дэо состояла из группы компаний которые включали в нее финансы электронику и тяжелую промышленность приобретя также текстильные компании такие как national closing туньян секьюритис предшественницу дэо секьюритис и окпо шип ярд предшественницу компании дэо хэви индустрии и наверное президент пак посчитал что киму мало работы и в 1976 году государство передало на безвозмездной основе огромный станко строительный завод находящийся в упадке и ким по сути должен был восстановить казалось бы сгнившее производство он поставил топчан в своем кабинете и практически работал сутками на заводе и тогда появилась новая стратегия развития фабрики а сотрудники отправились на переподготовку и благодаря этим мерам спустя год проект начал приносить доход и со временем делу отдавали еще заводы и фирмы некоторые она выкупала среди них были предприятия изготовления электронных компонентов бытовой электроники аэронавтики оружие тяжелого промышленного оборудования управление отелей строительство зданий финансовых услуг и телекоммуникаций то есть уже в 80-х годах бренд дел это уже огромный конгломерат и узнаваем во множестве стран мира и наконец-то мы подходим к теме автомобилей дел но начнем как обычно не с них в шестьдесят втором году была основана первая корейская автомобильная компания сайнара мотор идея проектирования и постройки автомобиля с нуля оказалась бесперспективной и на предприятии началась сборка автомобилей из импортных комплектующих это был ниссан а позже и тойота и в 1965 году сайнара стала частью крупной компании шиньян индастриал инженеры которой совместно с японскими специалистами разработали первый корейский автомобиль и корейская японская продукция выпускалась до июня 72 года когда была создана совместное предприятие джем корея в котором по 50 процентов акций принадлежала шиньян и американской дженерал моторс и вообще отношения между дженерал моторс и кореей начались еще в 1910 году когда сун джон последний король династии чосон через америка трейдинг компани купил в японии черный кадиллак для королевской семьи а благодаря тому что во время корейской войны американская армия использовала грузовики этой компании джем стал приближенным корее автопроизводителем и после создания джем корея корейский производитель отказался от выпуска японских автомобилей и переключился наклоны opel и chevrolet это было проще и дешевле что и требовалось и этот же год стал ключевым в развитии корейской автомобильной промышленности южная корея уже добилась больших успехов в развитии легкой промышленности и президент пак решил что пришло время более сложных и капиталоемких производств среди которых особая роль отводилась автомобилестроению и правительство постановило что производством автомобилей займутся 4 чиболя kia asia motors hyundai и шиньян и каждому из этих предприятий была поставлена задача в 1980 году довести производство до 50 тысяч машин в год а долю отечественных комплектующих до 95 процентов и в 76 году шиньян motor company в очередной раз изменил свое название на сейхан motor продажи автомобилей выпускаемых под маркой сейхан начались не только в южной корее но и более чем в 40 странах мира и этим шагом амбициозная корейская корпорация впервые показала что ее интересы распространяются на все континенты и она не против превратиться в транснациональную компанию и развивающаяся компания оказалась в поле зрения руководства чиболь делу который был среди любимчиков военного правительства и развивался выдающимися темпами и в итоге восемьдесят втором году корейская доля сейхан motor была выкуплена дэу и компания снова была переименована на этот раз в дэу motor и первые несколько лет под новым управлением компания продолжала выпуск прошлых моделей пока руководство думала а что же делать дальше и вот восемьдесят шестом году general motors продает корейцам лицензию на производство opel cadet е и машину выпускали без изменений или с минимальным их количеством и в корее и в европе машина продавалась как до рейсер а в сша носила многообещающее спортивное название ле манс и автомобиль стоял на конвейере почти 8 лет и это при том что сама модель opel cadet уже была давно устаревшей ким в начале 90-х годов нацелился превратить конгломерат в действительно международный автоконцерн и стал активно вкладываться в развитие производств в других странах осваивая новые секторы и некоторые эксперты предупреждали что это слишком рискованно и опасно но ким верил своему деловому чутью и таким образом в начале 90-х годов появились еще дополнительно две модели deo tico построенные на базе suzuki alto 88 года и deo espero которая была построена на платформе opel ascona и уделять тика хоть какое-то время внимание не особо хочется но вот с дизайном эспера есть интересная история 88 году конструкторы ателье бертоне по заказу citroen начали создавать дизайн автомобиля который в будущем должен был стать citroen xantia и за основу будущего автомобиля была взята платформа от opel ascona c а когда работы были завершены руководство citroen отказалась от проекта бертоне поскольку получившийся автомобиль был слишком похож с флагманским автомобилем citroen xm и вскоре отвергнутой французской компанией проект бертоне продал концерну deo однако по условиям контракта deo не могла использовать актуальные наработки джейм поэтому корейские инженеры использовали старую платформу от opel ascona c и стоит признать эспера выглядела просто великолепно а спустя время стало понятно что и технически с автомобилем особых проблем нет простая надежная и дешевая что еще нужно и трудно сказать наверняка но скорее всего между джейм и део были разногласия в работе или еще какие-то внешние факторы ведь в девяносто втором году дженерал моторс продает свою долю део отказавшись от участия в совместном предприятии и после этого руководство део приняло решение о модификации автомобиля део рейсер и вот в девяносто четвертом году на смену рейсер пришла новая модель део nexia по сути это был тот же автомобиль но получил обновленный дизайн передней части новую оптику бампер и название и автомобиль продавался в двух основных комплектациях в базовой джель и в расширенной джель и то есть люкс и расширенная комплектация включала в себя улучшенный внешний вид декоративные колесные колпаки шильдики тонированные опермальные стекла солнцезащитную полосу на лобовом стекле окрашенные бамперы и ряд приборов для комфорта это улучшенные мягкие обивки дверей тахометр электрические стеклоподъемники электрический центральный замок всех дверей а также автомобиль мог оснащаться кондиционером и даже гидроусилителем руля и после этого началась масштабная экспансия корейского конгломерата в экономику других стран сборочные предприятия появились в польше фсо дэо и фсо мотор польска в узбекистане узе дэо румынии дэо автомобиля румыния и кроме этого были предприятия в китае индии и во вьетнаме и они также дополнили мощности заводов дэо в самой корее и самый главный факт для украины это запорожский автомобильный завод переживавший не самые лучшие времена он также попал под влияние корейцев получив название автозаз дэо если что автозаз до 94 года выпускал за с 968 м то есть запорожец до автомобиль разработанный вернее как разработанный скажем так его технологии были позаимствованы из иностранных автомобилей еще в 50-х годах так что концерн автозаз дэо было реально спасением для завода в итоге nexia простоит на конвейере аж до 2016 года да там был рестайлинг немного поменяли оптику бампер и поставили обновленный мотор но сути это не меняет nexia есть nexia но на этих трех моделях ким не смог остановиться ему нужна была автомобильная империя поэтому была задача создать по-настоящему стоящие автомобили которые просто разлетятся по всему миру и он решил играть по-крупному руководство приняло решение создать сразу четыре новые модели под разные сегменты это должны быть компактный хэтчбэк и седаны начального уровня среднего и премиум класса у фирмы уже был компактный городской хэтч но он был уже устаревшим к средине концу 90-х годов поэтому его решили кардинально переработать и как в случае с дизайном для эспера экстерьер для нового хэтчбэка был разработан в студии ital design для фирмы фиат но был отвергнут после чего он был куплен deo motors и при разработке внешнего вида кузова был взят за основу образ кузова опытного автомобиля fiat luciola 93 года созданного джорджетто джуджару и предполагавшегося для замены кузова автомобиля предыдущего поколения fiat sequencento внешность была частично переработана део и самым главным отличием от исходного итальянского пробника стало количество дверей 5 против 3 сам автомобиль получился столь удачным что стал самым продаваемым автомобилем фирмы в европе и индии с 98 по 2002 год и примерно такая же история была с дизайном и для других автомобилей уже известная нам компания ital design во главе с великим джорджетто джуджару имела наработки для нового ягуар xj но прототип ягуар кенсингтон им не особо и понравился но дэо тут как тут они внесли небольшие правки и так появился автомобиль высшего сегмента леганза и от дэо поступил заказ в этал дизайн создать еще два проекта классами помладше и так на свет появились прототипы ланос и нубира и за технические аспекты всех этих моделей отвечал британский филиал дэо мотор и они были основаны на уже известных наработках джем поэтому ланос по сути построен на основе некси а по сути это кадет она бира это прямой родственник opel astra g ли ганза в свою очередь взяла платформу джем в 100 на которой построен opel омега b и весь этот модельный ряд начал выпускаться в девяносто седьмом году и имел абсолютный успех машины не были похожи на своих корейских братьев они получились весьма удачными европейскими автомобилями и рекламные кампании работали на славу тонны видеороликов обзоров и даже в топ гир попали новые модели таким образом нубира или ганза довольно хорошо прижились в америке нубира и ланос в европе и азии а матиз в европе и индии и казалось бы твоя компания наконец-таки успешно выпускает весь модельный ряд машины по всему миру раскупают как горячие пирожки на вокзале они были весьма простыми удобными и дешевыми но разработка этих четырех моделей обошлась компании почти в два миллиарда долларов и чтобы хоть как-то иметь приемлемую стоимость машины продавались по сути в минус и тогда компания могла позволить себе такие расходы вы только задумайтесь deo corporation которую ким начал с капитала в 10000 долларов превратилась во второй по величине конгломерат в стране имела 41 филиал в девяносто восьмом году более чем три десятка лет спустя и в девяносто восьмом году объем экспорта deo group составил почти 19 миллиардов долларов что составляет 14 процентов от общего объема экспорта южной кореи в то время и по данным deo sky institute у deo был 41 филиал в стране из 600 филиалов и дочерних компаний за рубежом в которой суммарно работало 350 тысяч человек по всему миру и в это время начался финансовый кризис в юго-восточной азии и подкосило экономику не только этой страны но и ближайших соседей в том числе и южной кореи и на фоне этого произошли еще два события во первых в результате выборов в девяносто восьмом году к власти в южной корее пришло новое правительство во главе с лидером оппозиции ким тэ чуном который изначально относился к че боль довольно критично в итоге основатель и руководитель deo ким у чун оказался в опале не найдя общего языка с новым руководством страны во вторых многолетнее господство че боль в южнокорейской экономики привело к тому что они уверовали в свою неуязвимость и их экономические показатели вышли за грани разумного к примеру соотношение кредиторской задолженности к собственному капиталу корпораций в девяносто седьмом году составляла 3 и 4 к одному а общая задолженность холдинга в девяносто девятом году достигла 57 миллиардов долларов а вот если бы у них была карта монобанка с кэшбэком на выбранные категории возможно история сложилась бы совсем иначе поэтому не упускай свой шанс экономить и скачиваем она банк по моей ссылке в описании и получишь 50 гривен на свой счет но несмотря на все попытки получить финансовую поддержку и обещание вернуть все займы с процентами когда кризис закончится а группа выйдет на новый уровень дэо не получил необходимых средств обанкротился став главной жертвой кризиса из числа корейских конгломератов идею групп объявила о плане реструктуризации который предусматривает сокращение 41 дочерней компании до четырех отраслей и десяти компаний в девяносто девятом году но она не смогла преодолеть кризис и распалась в августе девяносто девятого года когда все дочерние компании подлежали урегулированию и в ходе реформирования холдинга дэо было принято стратегическое решение чеболь дэо будет специализироваться на производстве автомобилей и подтверждая эту идею состав холдинга вошло автомобильное подразделение другого чеболь сан-йонг специализировавшегося на производстве внедорожников и был выпущен совместный автомобиль сан-йонг дэо коранда но по факту дэо максимум некоторые изменения вносили поскольку сан-йонг выпускает коранда с 69 года и по сути это все тот же джип рэнглер а он по сути наш старый добрый джип виллис вот так бывает и также под брендом дэо выпускался сан-йонг чейрман с 99 по 2002 год сколько их там было выпущено толком и неизвестно но спустя два года совместной работы сан-йонг снова стал отдельным предприятием которое довольно успешно развивается и сегодня в результате холдинг дэо был разделен на 12 независимых фирм и перешел в управление кредиторов компании и особый ажиотаж вызвала дальнейшая судьба автомобильного подразделения которая ни на день не прекращала производство принося по 70 90 миллионов долларов убытка ежемесячно при этом оно привлекло потенциальных инвесторов среди которых были фиат форд и дженерал моторс и первыми отказались итальянцы чье финансовое положение было ненамного лучше корейцев затем спасал форд отказ поступил уже накануне подписания документов якобы фордовские экономисты в очередной раз пересчитывая все плюсы и минусы возможной покупки сделали выводы о ее экономической нецелесообразности так что последним кандидатом оказалась дженерал моторс которая все-таки приобрела автомобильное производство еще недавно всемогущего холдинга дэо и как это водится дала ему новое название дженерал моторс дэо авто and technology company сокращенно джем дат и в спешном порядке был обновлен модельный ряд появились наследники матиз ланос нубира или ганза в лице спарк авиа лачете и эванда и примечательный факт все эти машины на разных рынках продаются под разными торговыми марками и разными названиями и это нормально для джем понятное дело что были и другие автомобили у дэо но какими-то значительными тиражами они не выпускались и не продавались в итоге конечно же многие из них были незначительным рестайлингом моделей джем и на рынок кореи и еще нескольких стран эти машины шли под брендом дэо хотя по сути это были машины chevrolet и примерно так закончилась автомобильная карьера дэо и после краха дэо ким бежал из страны и годами скрывался за границей чтобы избежать уголовных расследований и громких обвинений в мошенничестве он вернулся в южную корею в 2005 году после почти шести лет жизни за границей в основном во франции и в июне 2005 года киму было предъявлено обвинение в бухгалтерском мошенничестве незаконном финансировании и выводе средстве страны и его также обвинили в растрате и злоопотребление доверием и ким был признан виновным по предъявленным обвинениям также было установлено что он присвоил более 100 миллионов долларов и в 2006 году он был приговорен к десяти годам тюремного заключения после того как был признан виновным по целому ряду обвинений включая более 17 миллиардов долларов в бухгалтерском мошенничестве незаконном финансировании на сумму 10 триллионов вон и перенаправление 19 триллионов вон из страны но его приговор был сокращен судом высшей инстанции до восьми с половиной лет прежде чем он был освобожден по особому президентскому помилованию в 2007 году и несмотря на все нарушения кима в деловой и политической среде к нему всегда сохранялась уважительное отношение он неоднократно возглавлял важные комитеты и организации занимающиеся развитием корейского бизнеса и в последние годы жизни основную часть своего времени он проводил во вьетнаме справедливо видя в этой стране новые возможности для корейских деловых людей и судя по развитию ситуации ким не ошибся во вьетнаме ким руководил проектом global young business manager помогая развиваться молодым корейским бизнесменам и создавать свои компании выходя на рынок и в связи с ухудшением здоровья в 2019 году ким вернулся на родину и почти все время проводил в больницах и клиниках церемония похорон бывшего председателя део групп киму чунга скончавшегося возрасте 83 лет состоялась 9 декабря в университетской больнице а джу в сувоне и в своем завещании он просил продолжить работу программы помощи и развитие молодых корейских бизнесменов основатель дел ушел в лучшие из миров но его дело живет и до сих пор ведь некоторые оставшиеся компании дел работают и в частности deo electronics deo international deo heavy industries deo shipbuilding and marine engineering deo securities deo telecom deo engineering and construction deo development company deo motor sales deo precision industrial deo institute for advanced engineering deo power products deo текстиль к лтд да да та самая компания с которой все началось она жива и работает до сих пор и в заключение хочется сказать ким был великим человеком и коридористом и по сей день бывший глава deo должен государству неполученную реституцию в размере 18 триллионов вон из общей суммы ким заплатил только восемьдесят девять миллиардов вон что составляет менее пол процента несмотря на все трудности в его жизни он никогда не опускал рук и работал до последнего шел к своей цели несмотря ни на что наверное за это его и полюбили даже несмотря на огромные долги народная любовь киму не утихает и до сих пор вот что значит не сдаваться поэтому когда ты не можешь начать ходить в зал из-за плохого настроения вспомни кима в молодости война разруха нищета и голод но он брал и делал потом снова делал и еще и еще и только так можно добиться успеха поэтому не опускайте руки и все у нас получится а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok